Русские новости Русские новости Русские новости В 2005 году дискредитировать Родину на этих выборах Не допустить ее на эти выборы Создать атмосферу неприятия Этой организации И второе Запустить Механизм управляемого русского национализма Который дискредитирует русское движение Вообще русскую национальную идею Как таковую Превращает все русское в маргинальное Это понятно кто этим занимался В администрации президента Давно уже все эти лица известны Не буду повторяться И вот 2005 год Объявляется русский марш Мобилизуются все русские организации Причем это было сделано На удивление Просто все структуры Какие только были Организационные в Москве Все были задействованы Из регионов люди приехали И провели шествия Какого не было никогда Хотя и запретов на такие шествия не было Но здесь была особенная мобилизация Честно говоря не знаю кто этим занимался Главное что кто был инициатором Проведения русского марша Это была подкремлевская структура То есть проведение первого русского марша Это была инициатива Кремлевской администрации Это однозначно Потому что во главе стояло Так называемое евразийское движение Возглавляемое известным мозгоблудом Дугиным Он так и остался провластным Прокремлевским Движение конечно у него все развалилось Как только его кремляне перестали поддерживать Ничего от него не осталось Ну если помните Такие были знамена Черное знамя и желтые стрелки во все стороны Там 8 сторон Формальным заявителем этого движения Был Юрий Горский Который до сих пор остается Одним из таких известных провокаторов Который стремится только к одному Чтобы русское движение было дискредитировано И расколото Вот этим он занимается постоянно С тех пор с 2005 года И до сегодняшнего дня До 2015 года Человек на службе Что поделать Не только он Там есть и менее очевидные агенты Которые продолжают ту же самую деятельность Ну о них тоже что-то скажем Вот и тогда ожидалось Что на русском марше появится колонна Родины Рядом с ней появятся мальчики Которые будут зиговать И у которых может быть даже свастики будут на знаменах Ну этого слава богу не было И с другой стороны была нанята Так называемая антифашистская группировка Которая там Какими-то фаерами Или какими-то петардами Стала бросаться Там какая-то потасовка была затеяна Но главное конечно это было внедрение в колонну Там двух-трех десятков отморозков Которые должны были лезть просто в видеокамеры и зиговать Вот и это им удалось Потому что такая была задача Так была расставлена театральная постановка Вот здесь стоят видеокамеры Вот сюда подбегают эти зигометы И начинают свое действие И русский марш и русское движение Было представлено только этими кадрами То есть кадрами, которые его дискредитируют Поэтому те, кто стояли за спиной вот этих зигометов Это те же самые люди Которые и в дальнейшем вели русское движение в тупик Стремились к тому, чтобы оно было максимально дискредитировано В значительной степени их деятельность была успешной Потому что она хорошо финансировалась Она хорошо оформлялась средствами массовой информации Им было дано задание видеть русское движение только вот таким Прогитлерийским, маргинальным, отвратительным во всех отношениях Вот этого добивались И в 2005 году сценарий был именно таков Но главное было тогда это дискредитировать Родину Родина должна была оказаться в этих колоннах Должна была быть хотя бы методом монтажа Склеена с вот этими зигометами Если кто-то из лидеров Родины появился бы на трибуне Это все обязательно бы смонтировали и поставили в эфир Но так получилось случайно или намеренно Что Родина проводила в другом месте свой митинг И в этом шествии не участвовала То есть разочаровала Но в остальном провокаторам удалось все Но в остальном провокаторам удалось все Они все сделали так как хотели Русское движение было дискредитировано И дискредитировано прямо под окнами администрации президента Ну где вы еще видели такое Чтобы митинг проходил прямо Не просто в центре Москвы А под окнами администрации президента У кремлевских политтехнологов Есть такая привычка Самих себя в чем-то убеждать То есть самим создавать некий миф А потом в этот миф верить Ну вот так они поступили и на этот раз Привели вот этот свой миф Миф о русском фашизме Прямо под окна администрации президента Больше там никогда подобных митингов просто не было Ну и соответственно дальше пошла работать уже машина Пошла работать машина по уничтожению Родины Не получилось Родину дискредитировать тогда Но ее сняли с выборов под надуманным предлогом Помните этот ролик Очистим Москву от мусора С тех пор мусором наполнили не только Москву Но и всю Россию И в общем-то правота этого лозунга До сегодняшнего дня сохраняется Между делом он не был признан ни экстремистским Никаким Просто по произволу Родина была снята с выборов Это было очень нужно Юрию Михайловичу Лужкову Который конечно страстно ненавидит всех русских Русскую Россию Русскую историю Это один из таких можно сказать азбучных примеров Воровства, лжи, ненависти к своему делу Ненависти к своей стране Многие думают по-другому Но я очень хорошо знаю эту тему Я очень внимательно следил за московскими властями За деятельностью Лужкова Так ненавидеть город, которым ты управляешь Ну редко кто может Ну и соответственно русских Лужков ненавидел самым отчаянным образом Потому что сам был из нерусской среды и к русским всегда относился со злобой А вот другие народы его как-то привлекали больше В особенности чиновники этих народов Башкиры, татары, евреи, кто угодно Но только нерусские Поэтому Лужков организовал такую шумную кампанию И совершенно противозаконное решение о снятии Родины с выборов А дальше этот механизм продолжил работать И 2006 год 2006 год уже К русскому маршу 2006 года Мы пришли к тому, что Родины уже нет Родина уже уничтожена Она была поглощена партией Сергея Миронова Которая до сих пор сидит в Думе Такая партия вшивых социалистов Таких социалистов просто не существует Ничего там социалистического Вообще ничего идейного нет Просто проходимцы Как сказали как-то Еще в то время говорили Вторая нога партии власти И тоже организовали внутреннее предательство в партии Родина Профинансировали очень хорошо Промотивировали в том числе и криминальными действиями Против многих людей В том числе и против меня лично Уничтожили просто Родину Прихватив ее юридический статус Ее флаг Заместив все на свете Идеологию, актив, лидера Все заместили 2006 год, 4 ноября Мы пришли к тому, что Родинцы еще существуют Но партии Родины как таковой уже нет И вот Родинцы, депутаты Поддержали подготовку русского марша Где уже были Оргкомитет был несколько другой Без всяких там евразийцев Именно русские национальные организации Начали все это готовить И Родинцы тоже в этом участвовали Был сформирован очень солидный Общественный совет Который сначала себя как Оргкомитет представил Но реально это был все-таки общественный совет Заседания проходили в Государственной Думе В кабинете у Дмитрия Рогозина Ну замечательно То есть уровень был чрезвычайно высокий Там всякие там артисты, ученые, там известные деятели Готовы были поддержать словом, делом прийти Все замечательно готовилось Но, естественно, московские власти Лужков просто отказался санкционировать это шествие Под надуманным предлогом Есть несколько документов Проходили там пресс-конференции, всякие протесты В конце концов Оргкомитет объявил Что раз запрещают собираться на улицах Москвы Значит мы соберемся в метро И вот в метро тогда был большой шум Ой, они, да там же опасно Да там же будут смертельные случаи Это истерию такую там подняли В том числе и те, кто относился к патриотическому движению Конечно, в метро это была такая скорее акция Которая привлекала внимание Да, многие спустились в метро Потом проехали и провели Все-таки провели шествие Провели шествие от парка культуры До сквера Девичья пуля До памятника Льву Толстому Где был разрешенный митинг А кому разрешили митинг? А митинг разрешили Сергею Бабурину Одному из предателей Родины Ему митинг согласовали Поэтому комитет русского марша решил Что мы участвуем в этом митинге Но не поддерживаем его организаторов А проводим свою собственную акцию Как она пройдет Мы, конечно, не предполагали И такое огромное количество задержанных людей Которое тогда было Оно показывает и на уровень активности русских людей В сравнении с нынешним он, конечно, был гораздо выше Задержан от полутора до трех тысяч человек Из регионов Людей снимали прямо с электричек Группы молодежи Хватали там на подходе к этому скверу То есть это еще было их действие По запугиванию русских людей И каждый из тех, кто был задержан Получил протокол, составленный о нем Что он неправильно перешел улицу И вот, соответственно, там штрафы всякие Где-то без штрафов, наверное, обошлось Но главное, что людей на целый день задержали в милицейских кутузках И со всей страны стянули ОМОН в Москву Вот он этим и занимался Задерживали до тех пор, пока не набили до отказа Все отделения милиции тогда еще В центре Москвы, да, и, наверное, уже к окраинам Все было забито до отказа Все обезьянники были забиты русскими патриотами Которые шли на русский марш Мы там, депутаты партии Родина Старались всеми силами кого-то вытащить Кого-то защитить Но там просто перешагивали через депутатские удостоверения Без вопросов Я там метался около метро Парк культуры Но сделать практически ничего не удалось Ну, кроме того, Сергей Бабурин Проводя свой митинг Просто отключил микрофон И не дал никому из русского марша Сказать ни слова Потому что ему позвонили из Кремля И сказали, ни в коем случае Иначе тогда вообще Вообще что? Вообще что? Вообще больше в администрацию президента не ходи Ну, Сергей Бабурин хотел курировать всех патриотов И продолжать ходить в администрацию президента Согласовывать путь, по которому этих патриотов вести В очередную канаву Куда, в общем-то, он и спустил Всю ту часть русского движения Которая ему поверила Ну, и вот поскольку Происходил запрет русского марша Мы, как депутаты, обличенные хоть какими-то полномочиями Пытались, с одной стороны, склонить Московские власти к тому, чтобы они прекратили беззаконие А с другой стороны, воздействовать на них через прокуратуру Депутаты Родинс тогда, до последнего момента Пытались спасти положение И принудить московские власти к тому, чтобы они все-таки исполняли закон Поэтому появилось такое депутатское обращение Копия его у меня в руках И оно было послано под моим депутатским номером Вот здесь номер этого письма Соответствует тому, что это письмо было отправлено с моей почты Содержание его, можно сказать, стыдное Но, тем не менее, факт есть факт Такое письмо было Но оно оправдывается другими действиями тех же, кто подписал это письмо И поэтому оно не дискредитирует подписантов Процитирую Уважаемый Юрий Михайлович Обращение к Лужкову Ряд общественных организаций, деятели культуры и депутаты Государственной Думы Обратились в правительство Москвы с просьбой разрешить провести 4 ноября праздничное шествие Русский марш, посвященный Дню Народного Единства Данная инициатива принадлежит простым москвичам, которые настроены превратить в новый для них праздник Во всенародно любимое торжество А также поддержать недавние инициативы президента РФ Путина По защите интересов граждан России Но это такой реверанс противопоставить запрет, который исходит от Лужкова Тем установкам, которые дает Путин Но, к сожалению, это не сработало Мы считаем, что такое мероприятие будет свидетельством признания праздников со стороны населения И шагом к преодолению недоверия между властью и обществом Мы также пригласили участвовать в шествии представителей всех национальностей, живущих в России Ибо полагаем, что День Народного Единства Это праздник всех граждан России, независимо от их этнического происхождения Еще один такой реверанс Вроде как русский марш, но с нерусскими людьми Понятно, что никакие нерусские там не могли появиться Они и не появились Но вот такую ловку тоже пытались использовать Заверяем вас со своей стороны, что мы сделаем все от нас зависящее Чтобы поддерживать во время мероприятия порядок, исключить любые нарушения порядка В том числе проявление ксенофобии То есть ожидалась уже провокация В то же время мы отдаем себе отчет, что во время шествия Не исключены попытки провокации со стороны ряда экстремистски настроенных элементов В этой связи мы информируем вас о готовности членов оргкомитета мероприятия Оказывать любое содействие властям города Обеспечение порядка во время мероприятия и пресечения провокаций Готовы к любому сотрудничеству в интересах москвичей Вот кто подписал Судьба тоже этих людей довольно интересна Первая подпись стоит председатель оргкомитета Бориса Виноградова Мало кто знает, что был такой председатель оргкомитета Росского марша Борис Виноградов, депутат Госдумы, родинец В прошлом ректор Аморского государственного университета В прошлом заместитель министра образования по науке Который стоял против ЕГЭ и поэтому лишился своего поста Активный политический деятель, очень достойный человек, доктор технических наук Возглавлял оргкомитет до определенного момента, до провокации Которая была организована одним из людей, которые тоже по жизни Примерно как Юрий Горский, есть еще такие люди Которые всю жизнь работают как провокаторы Не знаю уж, получают они за это что-нибудь Или просто так по простоте душевной постоянно наносит вред русскому движению Ну, пришел такой деятель, который по недоразумению считает себя интеллектуалом Хотя книжек не читает И на заседании оргкомитета, которое проводилось в Государственной Думе В шикарной обстановке, в статусном помещении Начал разглагольствовать о том, что для проведения русского марша Нам надо определиться, кто такие русские Ну, и как потом мы шутили, этот человек предлагал определять русского по сперматозоиду Ну, то есть, чисто такой биологический подход Давайте справки у вас возьмем, вот у тех, кто смотрит русские новости У вас справка есть о том, что ваши родители русские? Где у вас есть такая справка в свидетельство о рождении? Так, а у ваших родителей у вас сохранились справки в свидетельство о рождении О том, что они тоже русские? А от дедушек, бабушек? Ну, и до чего это можно дойти? Ну, до полной глупости Во-первых, у нас справка о сперматозоиде Это справка из ЗАГСа, получается Ну, и вот весь этот бред Этот человек с библейской внешностью Начал тогда нести И поскольку Борис Алексеевич Виноградов почувствовал, что Как-то сейчас начнется полное какое-то безобразие А ему накануне сообщили, что против него лично готовится масштабная провокация Он сказал, что, ну, если так, если такой уровень обсуждения, то дальше без меня И так мы потеряли председателя его комитета Ну, а провокатор, он и до того действовал как провокатор И после того, и до сегодняшнего дня продолжает распространять клевету и всякие гадости Про деятели русского движения Это его профессия В течение многих лет я прекратил с этим человеком общаться еще во второй половине 90-х Когда он в своей газетке стал клевету распространять о русских людях О достойных уважения специалистах О тех, с кем я в течение многих лет сотрудничал И сражался за интересы русского народа Ну, вот до сих пор эта нечисть продолжает набирать какие-то там бредовые тексты Я, конечно, это все не читаю, но мне постоянно приходит информация Этот деятель опять что-то там учудил, опять что-то там написал Опять какую-то гадость написал про русский марш в организации, в которой я участвовал Меня лично там доплевать Ну, такие низкие люди, они, конечно, наносят нам ущерб Но, с другой стороны, мы получаем опыт противодействия всякой подобной нечисти Вот, вторая подпись под этим письмом моя Третья подпись Александра Николаевича Крутого Тоже тогда депутата Государственной Думы, родинца Вот, сохранил после депутатских полномочий за собой пост главного редактора журнала «Русский дом» И пост президента фонда славянской письменности и культуры Ну, от актива этой политической деятельности он отошел И, в общем, ему, видимо, очень основательно посоветовали тогда, когда уничтожали родину Ну, это человек, который родину не предал Не предал, как вот и Борис Алексеевич до того мы обозначены Ну, и мы вот, можно сказать, три человека и несколько других составляли такую когорту, которую в администрации президента определили как отмороженные То есть, по истечению депутатских полномочий этих людей надо задавить и не дать им возможность вести общественно-политическую деятельность Но этого они добились Четвертая подпись Николая Леонова, генерала, известного аналитика, который много выступал на телевидении Сейчас иногда тоже его показывают, но всю его критику на недействующие власти, естественно, отрезают и не пускают в эфир Я знаю точно, что Николай Леонов является, Николай Сергеевич является страстным противником этой власти И никогда ей не простит то, что она натворила А он-то уж очень хорошо это знает И не раз об этом говорил и на страницах журнала «Русский дом», и в передаче «Русский дом», пока она была вместе с Александром Николаевичем Крутовым Достойнейший человек Четвертая подпись Викторов, тоже депутат родинец Он пришел с Бабуриным, но здесь вот подписался в нашу пользу Где он, как, не знаю, тоже находится под запретом его политической деятельности Ирина Савельева, честь и хвала этой женщине, тоже была депутатом от родины Тоже пришла с Бабуриным Тоже ее политическая деятельность фактически сведена к нулю Хотя в какой-то момент я от нее почувствовал поддержку Когда меня всякой Шушера пыталась объявить врагом русского движения Вот даже так они это где-то за кулисами обсуждали Но Ирина Викторовна выступила открыто и очень жестко в мою поддержку И против того, чтобы вот эта глупость, я думаю, она была инспирирована людьми, которые и сегодня стараются ставить палки в колеса русскому движению Дала им отпор Следующая подпись Безбородов Тоже был депутатом Государственной Думы, независимым депутатом Летчик, генерал, больше не видно его на политической сцене Виктор Алкснис достойный человек Еще с времен, когда он выступал в Верховном Совете РСФЦР И в родине действовал достаточно активно Но сейчас он возглавляет небольшой город И является мэром небольшого подмосковного города И в активной политической деятельности не участвует, к большому моему сожалению Следующая подпись Николая Куриновича Мы с ним вместе в Русском национальном фронте Он активно участвует в подготовке русских маршей Прекрасно умеет выступать Человек активный, достойный И тогда он тоже поддержал Оргкомитет русского марша Следующая подпись Дмитрий Рогозин Он свою политическую карьеру обменял на карьеру чиновника Сейчас достаточно незаметно служит в правительстве Дмитрия Медведева Что-то там делает с военно-промышленным комплексом Но в политической деятельности он больше не участвует в русском движении Его нет с момента, когда прекратились депутатские полномочия Когда закончилась избирательная кампания 2007 года И он получил предложение о высоком назначении сначала в Брюссель Где он был представителем Российской Федерации в Совете России и НАТО А потом в правительство Медведева И, наконец, подпись Сергея Чеплинского Тоже в политике он больше не работает, депутат родинец Он пошел где-то, нашел возможность продолжить Свою административную карьеру в профсоюзах Но в политике больше его не видно И, видимо, мы уже его больше не увидим То есть все эти люди, которые подписали тогда вот это заявление Продемонстрировали, что они ассоциированы с русским маршем И получили на свою голову политические репрессии И фактически устранены из политики Кто-то нашел в ныне действующей системе власти Себе какую-то лазеечку, какой-то пост Какую-то непыльную работу А подавляющее большинство Просто было устранено Любыми методами Ныне действующая власть сделала так Чтобы те, кто поддерживал русский марш Больше никогда не попали в Государственную Думу И никогда не могли поддерживать Русское движение в том масштабе Который поддерживали в 2006 году Я параллельно отправил в прокуратуру заявление О нарушении властями российского законодательства О воспрепятствовании проведению публичного мероприятия А по этому поводу существует уголовная статья И мне ответили прямо вот накануне русского марша 1 ноября Ваше обращение об отмене решения правительства Москвы О несогласовании проведения русского марша 4 ноября находится на рассмотрении в прокуратуре города По нему проводится проверка О результатах вам будет сообщено Зампрокурора Поневежский Вот этот документ То есть я показываю, что активно работал тогда над тем Чтобы все-таки русский марш состоялся А те, кто ему мешали, получили бы уголовное преследование Из этого, к сожалению, ничего не получилось Мне ответили уже накануне русского марша Датировано все это 3 ноября 2006 года Ну, естественно, я получил уже этот документ, когда русский марш прошел Мне отвечает прокурор города Семин Я помню этого человека, такой проходимец И, извините, дурак, которого даже ближайшие подчиненные А я имел возможность общаться на уровне заместителя прокурора города Они его просто не уважали Действительно считали его дураком Ну, вот этот дурак подмахнул вот такую бумажку Ответ мне, депутату Ваше обращение об отмене решения правительства о несогласовании проведения русского марша Прокуратурой города рассмотрено Установлено, что 27 октября по поручению мэра Москвы Начальником управления по работе с органами обеспечения безопасности Правительства Москвы Куликовым НВ Давайте запомним эту фамилию Человек должен сидеть в тюрьме пожизненно И вся собственность у него должна быть изъята, как у врага русского народа Отказано в согласовании проведение шествия по маршруту Калужской площади Большая Экиманка, Большая Полянка, Охотный ряд С митингом на театральной площади В связи с невозможностью снятия движения автотранспорта по указанному маршруту И согласованием ранее другими общественными организациями Проведение публичных мероприятий на Калужской и театральных площадях Но это все ложь, конечно, ничего там не было Никаких там мероприятий не было И не было никакого согласования до этого Разрешение вопроса об отмене этого решения В компетенции органов прокуратуры не входит То есть не входит защита прав граждан В компетенцию прокуратуры Москвы Здорово они устроились В соответствии со статьей федерального закона О собраниях, митингах и так далее Решение и действия бездействия органов государственной власти Органов местного совправления Общественных объединений и должностных лиц Нарушение прав граждан на проведение публичных мероприятий Могут быть обжалованы в суд В порядке, установленном законодательством Российской Федерации Всех в суд Ну какие суды, мы прекрасно знаем Всеми возможными способами Уничтожают общественные движения Прежде всего русское движение Это мы знали и тогда И тогда суды действовали так же, как они действуют сейчас Сейчас просто более подло действуют Организатор публичного мероприятия Некто Пудовкин Я вообще не знаю, кто это такой, честно говоря Реализовал свое право на судебную защиту 30-го, 10-го Обратился в Тверской районный суд Москвы С заявлением о воспаривании законных действий Бездействия органа Его должностного лица И о компенсации морального вреда Оценка его доводов будет дана судом Какой-то там суд прошел Мы вообще о нем ничего не знаем Определением федерального судей Тверского суда города Москвы Сивалкина АА Запоминаем тоже эту фамилию Слушание дел назначено на 16 ноября 2006 года Хотя, естественно, что решение суда должно было быть До проведения русского марша Тут аж на 16 ноября Составившиеся судебные постановления Заинтересованы лица в праве обжаловать В основном законном порядке При таких обстоятельствах Оснований для вмешательства прокуратуры Не имеется И поскольку я написал еще заявление В прокуратуру после русского марша О массовых нарушениях прав граждан Мне ответил заместитель прокурора города В.В. Расинский Запоминаем фамилию Ваше обращение о массовых нарушениях прав человека При проведении русского марша Находится на рассмотрении В прокуратуре города И по нему проводится проверка О результатах проверки Вам будет сообщено дополнительно Дальнейшего хода дела Моему заявлению Не было дано То есть просто прокуратура Перестала отвечать Перестала отвечать даже На депутатские запросы Вот такой Такой ход Он показывает Что прокуратура Москвы Была в сговоре с Юрием Лужковым И его преступной шайкой И до сих пор Московская прокуратура Действует ровно так же Я это знаю По некоторым Экономическим вопросам С которыми я обращался В органы прокуратуры Уже и после истечения Своих полномочий Депутата Государственной Думы Прокуратура Находится в сговоре С преступными элементами В высшем руководстве Города Москвы Вот так проходил Русский марш В 2006 году Ему противодействовали Не только органы власти Но и разного рода предатели Среди которых был И Сергей Бабурин Тогда предавший И фракцию Родина Откуда он был изгнан И фактически сорвавший Хоть какое-то участие Членов оргкомитета Русского марша В том митинге Который ему на этот день Был согласован Тогда же Я напомню Что Был среди Членов оргкомитета Не сразу был принят Членов оргкомитета Дмитрий Демушкин Который теперь почему-то Считается главным организатором Русского марша Я даже видел ролик Какого-то отморозка Который говорит Примерно то же Что Господин Володин Говорил о Путине Путин и Россия Это одно и то же Слышим Россия Думаем Путин Думаем Россия Говорим Путин И так далее Вот примерно то же самое Сказал Вот этот отморозок О Демушкине и русском марше Русский марш Это Демушкин Демушкин Это русский марш Вот эти бредни Которые еще там С большевистских времен Продолжают Убивать мозги Людей К большому сожалению Вот тогда Ничего существенного Демушкин не сделал Хотя от него ожидали Очередной провокации Но он Клялся и божился Что никаких провокаций Не будет Зигометов никаких не будет Свастик никаких не будет И надо сказать Что он тогда Своё обещание Выполнил Ну видимо Выполнил для того Чтобы продолжать Оставаться в рамках Русского движения А не быть из него Изгнанным пинками Я думаю Что следовало бы Вот судя по Последующему опыту Сделать это тогда К сожалению Демушкин получил Поддержку О которой он не раз Не раз говорил Публично сам И из администрации Президента И из каких-то Других коридоров Там где-то может быть На Лубянке И его попытались Сделать лидером Русского движения Что конечно ужасно Потому что этот человек Не имеет никакого образования Хотя там Какими-то дипломами Размахивает Нигде он не учился И нигде Никогда не работал Да Ему немножко Дали возможность Потренироваться Где-то он приобрел Ораторские навыки Хотя его картавость Скрыть просто невозможно Научился более или менее писать Может быть Кто-то ему помогает Править его тексты Которые он постоянно Где-то публикует И даже чего-то там Моей персоной Иногда касается Ну Мне честно говоря Совершенно наплевать На то что он там пишет Человек абсолютно Невежественный И аморальный Как стало понятно Из последующих лет Вот после 2006 года 2007 год В 2007 году Я остался последним депутатом Который поддерживал Русский марш Все остальные Были затоптаны Или соблазнены Участием в избирательной Компании 2007 года И продолжением своих полномочий После выборов Никто не получил Того Что было обещано Ну и собственно Предателям-то Что можно было бы обещать Ну и было страшно Потому что Действительно Политические репрессии Они продолжались тогда Против бывших родинцев Особенно активно Ну и дискредитация Русского движения Тогда шла Активным порядком И вот эта проповедь По сопротивлению Русскому фашизму Это было Основой пропаганды Сейчас уже этого меньше Но тогда Эта разнузленность Ее была просто невероятной Поэтому русский марш Готовили Можно сказать Хаотически Кто был заявителем Честно говоря Я не знал Кто был заявитель Потому что я подписывал Одни бумаги Какие-то там другие Как-то совмещали И тогда Русский марш Лужков разрешил Почему? Потому что Была подготовлена Очередная провокация Тоже при подготовке Русского марша Я об этом не знал Я как бы со стороны Депутатского корпуса Представлял Что есть определенная Поддержка Русского марша Вот у меня Согласование Управления по работе С органами обеспечения Безопасности Правительством Москвы Согласование Из аппарата мэра Правительством Москвы О согласовании 6-4 ноября 2007 года Заместитель Начальника управления НГПП Вот этот документ Здесь указано Кому согласовано Согласовано Горскому Все тому же Которого я считаю Провокатором по жизни Головкину Не знаю кто Кто это По крайней мере Больше не сталкивался с ним Романову Не знаю кто это Моя фамилия стоит Шведову И Шибанову Геннадий Шибанов Тоже известен Сейчас является Противником проведения Нашего русского марша Так замечен был В нескольких Таких странных Историях Например В Бирюлево Он попал в кадр Когда призывал Идти Громить Торговый центр Ну как-то ему За это ничего не было Несмотря на то Что там кучу Всяких уголовных дел Возбудили Вот состав Довольно странный Может быть я случайно Попал вообще В эту компанию Но тогда я не мог Себе представить Что это за компания И всецело Полагался на Александра Белова Поткина Который был у меня В Государственной Думе Помощником И с которым Совместно мы Занимались Общественно-политической Деятельностью Помощником он был у меня Не просто с корочкой А с получением оклада То есть был в штате Государственной Думы И я полагался На его опыт И на его участие В работе Оргкомитета К сожалению Все там пошло не так Белова тогда Преследовали спецслужбы Он был на суде Где у него был То ли разыгранный То ли реальный Гипертонический кризис Он был помещен в больницу Откуда Сбежал Можно сказать Как большевики Уходили от преследования Жандармов Вот так он То ли разыграл То ли в самом деле Это был побег Я доставлял Его Страховал его Переодетого В каком-то парике С побритой бородой На русский марш Вот так мы пытались Искали место Где просочиться туда В конце концов Просочились в самом Людном месте Там где полиции Было полно Но его никто не узнал И даже на трибуне Его не сразу узнали После того Как он снял парик И когда заговорил Так Ну Горский Так его вовсе не узнал Почему-то Горский Оказался ведущим Этого русского марша Вел он его Архиотвратительно Хуже некуда Какими-то там Лающими лозунгами Вместо Праздничного шествия Получилось Вообще Черт знает что И выступать не было Непонятно Кто выступал С трибуны Тоже это было Несогласовано Хаотически Ну а самое главное Это конечно Действия Демушкина И его банды Они рассеяли По всей толпе Людей Которые Своими зигами Испоганили Вообще Все мероприятие Два ублюдка Встали Прямо Под трибуной Я честно говоря Их не видел Если бы увидел Что они делают Я бы ушел С этой трибуны Они беспрерывно Зиговали Каждый лозунг Они встречали Зигование И естественно На всех кадрах Которые Фотографы делали В сторону трибун Стояли Вот эти зигометы Были и другие Придурки Которых подтащили Именно для дискредитации Русского движения Обошла фотография Вообще Все издания Девочка на плечах У сумасшедшего деда Которая зигует И ей все время Там подсказывали Окружающие Фотокорреспонденты Ну покажи Покажи Как ты умеешь Ну покажи И вот она Такой жест Не понимая Что это за жест Делала Для того Чтобы попасть Везде Во все газеты Журналы В телерепортаже И так далее То есть дискредитация Была просто Самая что ни на есть Глубокая И организованная Силами Горского Демушкина Там И многих других Которые Остались за кулисами Вылезли из этих Кулис Несколько позже 2008 год У нас характеризовался Тем Что пытались Создать русскую коалицию Я в этом деле Активно участвовал И Хотя уже Не имел депутатских полномочий Все-таки Я возглавлял Партию Великая Россия Она боролась Еще в тот момент В судах За свой статус За регистрацию Ей было отказано В 2007 году В 2008 году Еще шли судебные процессы И В общем Партия Была еще действующая У нее Были тогда Региональные отделения Мы провели В том же 2008 году Две конференции Собирая По 15-20 региональных отделений Они приезжали И Вот тогда Было Организовано Проведение конференции Новый политический Национализм Можно сказать Что это была Подготовка К русскому маршу Подготовка К коалиции Русских организаций Которые стали бы Ядром В дальнейшем Проводящим Русские мероприятия Но Получилось так Что Это был обман Это была Попытка Введения В русское движение Алексея Навального И он там появился Во главе Организации Народ Больше Правда Его Я лично Никогда не видел И этой организации Народ Больше Можно сказать После этой конференции Не существовало И русский марш Был организован Вовсе не Этой коалицией Которая Подписала Соглашение О взаимодействии Подписала Политическую Декларацию А Беловым И Демушкиным Двумя Людьми Которые взяли На себя Ответственность Для того Чтобы людей Поставить Под полицейские Дубинки Они прямо Объявили Провокационный Лозунг Марш на Кремль И планировали Проводить его От метро Арбатская Правда Пошли почему-то Не к Кремлю А в сторону От Кремля Ну и Там массовые Задержания В связи с тем Что шествие Было не санкционировано Произошли То есть Произошел Такой праздник Мента В 2007 году Получилось Два русских марша Параллельно С тем русским маршем Который проходил Проводился Массовым порядком Там участвовало От пяти до семи тысяч человек Был проведен Также параллельный Русский марш Вот сейчас Обвиняют В расколе Вот давайте Посмотрим Что в 2006 году Уже был Второй русский марш Там участвовало Около пятисот человек И два главных Организатора Этого русского марша Были Сергей Бабурин И Игорь Артемов То есть РОС и РОНС Российский Общенародный Союз И Русский Общенациональный Союз Две Две организации Собрали они Людей немного А кстати В 2005 году Тоже существовало Параллельное С русским маршем Мероприятие Потому что Из Оргкомитета Вышли Представители Русского народного Собора И там еще Каких-то Организаций Которые объявили себя Православными Они провели Молитвенное стояние На Славянской площади Перед администрацией Президента Им это позволили Сделать Мероприятие Это никто не заметил Там было Может пара сотен Человек Не больше Главным Организатором Этого мероприятия Был Сергей Бабурин То есть Получается В 2005 году Сергей Бабурин Проводил параллельное Мероприятие В 2006 году Ему тоже Согласовали Мероприятие И он Отказался От сотрудничества С членами Верхкомитета Русского марша То есть Поставил себя Вне русского движения В 2007 году Сергей Бабурин Организовал Своё избирательное Объединение И утопил его Не отказавшись От участия В выборах Наконец Он расформировал Свою собственную партию Объявив О её ликвидации Фактически Российский Общенародный Союз Был ликвидирован Им как Политическая сила Ну а к русскому Движению Как мы видим Он никогда И не принадлежал Хотя С некоторого Времени Он пытался Быть куратором Всего русского Движения Не получилось И его Присные Которые вокруг Него Суетились Очень этим Были Раздосадованы Но это уже История 2011 2012 Года О чём Я расскажу Как-нибудь Позднее А в 2008 Году Вот Было принято Политическое заявление Любопытно Его подписали Политическая партия Великая Россия Движение против нелегальной Миграции ДПНИ Национальное Русское Освободительное Движение Национальное Русское Освободительное Движение Народ Во главе С Навальным И Русское Общественное Движение Род Константин Крылов А к организации Русского Марша Все эти люди Уже не имели Никакого отношения За исключением Александра Белова Как я понимаю Конференция Была Только Попыткой Устроить Бенефис Для Навального Как члена Русского движения Каковым он Никогда не являлся Будучи Таким Правым В секторе Яблочников Я понимаю Что Сценарий Просто был Отложен Потом В 2011 Году Навальный Появился На русском Марше Нёс там Какой-то Флаг Или баннер И все Думали Что это Тоже Какой-то План По соединению Русского движения С болотным Либерализмом Так вот Тогда было Принято Политическое Заявление Попытки Государственных Структур Сформировать Дееспособное Государство Провалили Системная Системная Коррупция Не устраивает Даже часть Представителей Властной Элиты Тех Для кого Само Существование России Является Ценностью Кремль Зашел В тупик Который Хорошо Осознает Это было Послание Кремлю Что мы На самом деле Не прочь Сотрудничать С теми Кто понимает В каком тупике Находится Российская Федерация Всевласть И бюрократии Может быть Ограничено Только сильными Политическими Институтами Необходимо Поддержку Народа Мы не питаем Иллюзии В отношении Дмитрия Медведева Но на определенных Условиях Готовы Поддержать Его В деле Восстановления Сильного Института Президентской Власти Эти условия Восстановление Политической Конкуренции Устранение Всевласти Бюрократии Коррупции Правящей Элиты В рамках Строительства Национального Государства Демократизация Российской Политики Необходимо Но недостаточно Демократия Работает Только в рамках Национального Государства Которое Обеспечивает Историческое И культурное Единство Населения Страны Уже Такое Отдает Нацдемовщины Нация Единственное Что связывает Власть И население Узами Солидарности И взаимных Обязательств Создает Гражданина Как хозяина Своей Страны Нация Создавшая Нашу Страну Называется Русской Россия Будет Либо Русским Национальным Государством Либо Беспомощной Добычей Олигархических Бюрократических И преступных Кланов Власть Эксплуатирует Патриотическую Риторику Как прикрытие Осуществления Политики Ограниченных Возможностей Для миллионов Граждан И неограниченного Обогащения Для сотен Новоришей Но формирование Национального Государства Это не Демагогия Это реализация Наших Приоритетов Историческое И культурное Просвещение Преодоление Социального Неравенства Экономическая Технологическая Модернизация Демигрантизация Ну это корявое Слово Непонятно Откуда влезло И декриминализация Общества Национальное Движение Признано Быть Лоббистом Тех Приоритетов Национальное Движение Признано Быть Лоббистом Этих Приоритетов Идиотское Слово Лоббисты Задачи Их Отставления Мешают Как Подкремлевские Псевдонационалисты Которые Выдают Антинациональную Политику Власти За Возрождение России Про кого Говорится Честно говоря Я не представляю Себе Кто там Были Такие Подкремлевские Националисты Так и Маргинальные Группы Объявляющие Себя Националистами Но представляющие С собой Лишь банды Гопников В документе Слово Гопник Способные Подорвать Изнутри Любое Серьезное Движение Мы создаем Новую Форму Национального Движения Мы намерены Мы протягиваем Руку Нашим Соратникам Единомышленникам Мы обращаемся К наиболее Активной Части Русской Нации Образованным Горожанам Людям Самостоятельным Самодеятельным И ответственным С призывом Поддержать Нашу борьбу За справедливость И национальное Единство Я полагаю Что этот документ Был Частью Разработки Кремлевской Тогда я его Подписал Потому что Надеялся Действительно Что коалиция Будет создана Но она Была Ликвидирована Фактически 4 ноября Того же 2008 года Когда Состоялись Вот эти Неконтролируемые Движения Вовсе Не Русских Организаций Не тех Кто подписал Этот документ А Непонятно Кого Людей собрали Безответственно Бросили Их Можно сказать Прямо В лапы Полицаев Я тогда Очень резко Выступил Сказал Что в таких Мероприятиях Я участвовать Не могу В принципе Поддерживать Их не стану Тем более Что накануне Состоялись Разные мероприятия Где мне просто Стыдно было Идти в колонии Которая кричала Матерные лозунги Мне вообще Это все Отвратительно Русский человек Должен быть Образцом Культурности И добропорядочности И только Тогда он Получает Право Критиковать Власти Критиковать Своих Оппонентов А здесь Просто была Маргинальщина Такая Как будто Специально Кто-то Разыгрывал Русское движение Именно как Маргинальное Я тогда тоже Выступал И публично Многократно На эту тему Но Меня Просто отказались Слушать Из подписантов Все растворились Можно сказать Навальный Уехал К Белых Там Заниматься Какими-то Экономическими Проблемами И больше Он не появлялся В моем В кругу Моих Моих Знакомых Но вот Гуляет Теперь по сети Такая фотография Где Подписанты Этого документа Взялись За руки Подняли Их Вверх И как бы Торжество Русской Солидарности Никакой Солидарности Не было Константин Крылов Занялся Выпуском Какого-то Своего журнала Который Я после первого Номера Больше не читаю Считаю Что не существует Вопроса национализма Никакого там Национализма Нет Я абсолютно Уверен Там Бессмысленность Полная И не говорю Уже о вранье Который там С первым же номером Я его увидел Положил его На край стола И с презентации Ушел С просьбой Больше меня Никогда не беспокоить По поводу Этого журнала Вот Никакой Коалитационной Деятельности Разумеется Не занимался То есть ДПНИ Пошло В сторону Маргинальщины Движение Народ Исчезло Само собой Вместе с Навальным Русское общественное Движение Разделилось На правозащитную Часть Вполне Уважаемую Хотя и Малозначительную Для русского Движения В целом И на Таких Теоретиков Теоретиков Нацдемовщины Как я бы сказал То есть Это Вовсе не Русский Национализм Это Теория Национальной Демократии А Национал Демократизма Как бы это И вашим И нашим Быть одновременно И националистом И либералом Но реально Получаются Просто либералы Больше ничего Вот Это то Что касается 2008 года С 2008 года По 2011 год Безраздельное Господство Белов и Демушкин Вот все Что они умели Это Добежать с заявкой До Мэрии Москвы Подать ее И провести это шествие Распространить информацию Взрывной рост Который произошел В 2010 году Мне был непонятен Пока не произошло Взрывного роста Либеральной активности Использаны были Те же самые технологии Появились Заметные Значительные средства Эти средства Были брошены В средства массовой информации Были встречены Там с пониманием Поскольку Маргинализация Была Целью Кремлевских Технологий Очень удобно Сформировалось Тогда русское движение Абсолютно Маргинальное Отвратительное Для большинства Граждан России Потому что То что они говорили С трибуны Это конечно Был просто Бред сивой кобылы Ужасный просто Бред Я послушал Несколько выступлений И решил Что я в этом участвовать Категорически Не могу Ни в каком виде Поэтому У нас партия Великая Россия Занималась Совершенно другими делами К Вот этой части Русского движения Мы не хотели Примыкать И коль скоро Даже туда выходит Десять тысяч человек Мы все равно Встраиваться в эти колонны Не хотели С 2012 года Когда мы захотели Встроиться в колонны Своей обособленной частью Когда мы к этому Новый импульс Тогда был донос Исходил он От заместителя Председателя Российского Общенародного союза Опять Бабурин Опять Бабурин появился Ивана Миронова Который был Единственным заявителем Того самого Русского марша Но в том Чтобы дискредитировать Партию Великая Россия И оправдать Как-то Вот этот донос Полицаем Поработали Константин Крылов Который публично Сделал свои заявления Многократно Фактически Осуществил Публичный донос На нашу партию И делал это В процессе подготовки К русскому маршу Много раз Этим занимался Иван Миронов Который почему-то Решил Что раз Бабурина не получилось Что он будет Куратором русского движения Не вышло у него Пришлось переквалифицироваться В адвокаты Ну и Слава Богу Пусть работает Хотя бы на этой ниве Меньшего ряда Принесет Этим занимался Александр Белов Финансируя Поддерживая У них там было Какое-то агентство Национальная служба Новостей Где поливали грязью Великую Россию Меня лично Можно сказать Из всех стволов То же самое Делали на Форуме ДПНИ Вот И всякие претензии На этот счет Отвергались По причине Свободы слова На самом деле Все это Инспирировалось Нас рассматривали Как конкурентов Они тянули В маргинальщину Мы пытались сделать Что-то более серьезное Более дисциплинированное Более ответственное Но Все эти люди Сформировав Такую негласную Коалицию Без всякой идеологии Без всяких обязательств Сплотились Именно на этом На том Чтобы партию Великой России Не пустить В русское движение Вообще Вот Как это можно было Понять Я могу сказать Почему это Произошло Потому что Несколько моих Выступлений На телевидении Показали Что есть Другое направление Оно может Существовать И я не сомневаюсь Что кремлевские Кураторы Дали отмашку Надо Великую Россию Утопить Но братцы Не получилось у вас Вы утопили Сами себя Вы получили На свою голову Все то что пытались Взвалить на нашу Как уж это произошло Это ваши шашни С администрацией Президента С кем вы там Договаривались С вашими кураторами Вникать в это Особенно я не буду Ну если информацию Получу Как нибудь Ее оглашу Вот Великая Россия Тоже получила Свою долю Репрессий Там Книга моя запрещена В 12 году Когда от вас Господа Последовал донос Я забыл сказать Еще что Демушкин в этом деле Поучаствовал Сильно обидевшись На то что я Усомнился В его способности Проводить Тренинги По ножевому бою Он значит Стал угрожать Что если Великая Россия Придет на шесть лет То он устроит драку Он побросает Там Перебросает всех В Москву реку Напугал этим Ивана Миронова И Иван Миронов Соответственно Предпринял действия Которые Позволили полиции Нас без всякого закона Без всякого правонарушения С нашей стороны Скрутить И потом 23 административных протокола 23 штрафа По 10 тысяч рублей Вот Но это конечно Был позором Такой донос Ну наверное Такого не было В истории русского движения Никогда Но одновременно Все эти негодяи Высветили свою позицию Стало понятно Что это заклятые друзья Русского движения То есть фиктивные друзья Не друзья А те кто ведут его В тупик И поддаваться На воздействие Вот этих Самопровозглашенных Лидеров русского движения Не стоит Ну собственно К настоящему времени От этой части Русского движения От вот этой маргинальщины Не осталось ничего Потому что она Привела русское движение В лапы белоленточников В болото На Болотную площадь То есть Соучастие В деятельности Антигосударственных сил Либералов Там немцовщины И прочего Прочего Эти люди Полностью пошли За Навальным Считая его Своим лидером И об этом Вполне открыто Сказал Александр Белов Эти люди Поддержали Хунту На Украине И Об этом Вполне Явно Было сказано На их Русском марше Проводящемся Влюблено Тут тебе И сочувствие Бандеровщине Тут тебе Сочувствие Белоленточникам Навальному Либеральным Всем этим Революционерам И Тут же тебе Маргинальщина Вот Облик Русского движения Которое пытались Придать ему Те кто С 2008 Года Попытался Захватить в нем Лидерство Причем Таким образом Чтобы не пустить Туда Никого Никаких Распугать Всех адекватных Людей Не позволить Поднять Интеллектуальный Уровень А действовать Вот так Как они Действовали К настоящему Моменту Практически Все организации Которые Тогда Этим Занимались Все Себя Исчерпали От них Ничего Не осталось Ни Актива Ни Идеологии Ни Доверия Ничего Нам было Очень тяжело Конечно Трудно С ними Бороться Нынешнего состояния Когда мы провели Достойно Русский марш Как в прошлом году Это было Достойное мероприятие Но вот Пришлось еще Избавиться От пропутинской Коалиции Которая тоже Внедрена В русское движение И вновь Пыталась его Повернуть туда В провластную Сторону Ну и Те кто Тащили русское движение В маргинальщину Тоже оказались у разбитого корыта В общем Так им и надо Так им и надо У нас сформировалась Коалиция Русский национальный фронт При различии во взглядах При жарких спорах Бывает Мы все-таки действуем В одну сторону Поддерживаем друг друга И все организации Которые входят В русское движение В русский национальный фронт В нем Активно участвуют Альтернативная Коалиция Которая была Сформирована Именно для того Чтобы не допустить Великую Россию В русское движение Распалась Как таково Ее и не существовало Вне вот этой Негативной задачи И организации Входящие в эту коалицию Приказали Долго жить Я думаю Что из этого Нам надо извлечь Урок И урок Прежде всего Для каждого гражданина Вы хотите Чтобы была Организация С русской идеологией Такие организации Есть Есть русская идеология В русских организациях Вы можете В них вступать Если вы не вступаете То вы хотя бы Можете приходить На русские мероприятия 1 мая Русская весна 4 ноября Русский марш Если вы Ни того Ни другого Не делаете Тогда вы Вне русского движения Да Вы там Тайно можете Готовить боевиков Но это все Детские игрища Человек с ружьем Он не образуется В партизанских отрядах Он образуется Силой государственной власти Которой мы и стремимся Мы занимаемся Политическим действием А не Игрой в зорницу Кто хотел Поиграть в зорницу Всерьез Тот Съездил на Донбасс Понял что к чему И понял Что без политического Обеспечения Всякие действия Человека с ружьем Бессильны Бессильны Слава тем Кто защищал Донбасс От бандеровщины От Так называемой Антитеррористической Операции Но Эти люди Не смогли Не смогли Защитить Донбасс Теперь Донбасс Захвачен Захвачен Преступной бандой Точно такой же Которая действует И в Киеве И в Москве Поэтому Если вы не занимаетесь Политикой Политика занимается Вами И ваше ружье Коль скоро Вы его берете Ваше оружие Коль скоро Вы его берете В руки При удобном случае Политика разворачивает В ту сторону Которую может быть Вам и не хотелось бы Поэтому Кто считает Что нужны Прочные Русские организации Должны в них работать Должны подчиняться Дисциплине Этих организаций Должны следовать Русской национальной Идеологии Либо обучаться ей Либо обучившись Стать носителем И распространителем Русской национальной Идеологии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok